Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, одном из первых вебинаров нового 2018 года. Я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Как всегда, я делаю несколько вводных слов перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру Татьяне Телегиной. Итак, чуть выше в чате вы можете видеть, красным шрифтом написано сообщение от меня. Это две важные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров до конкурса конца текущего учебного года до июня месяца. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой вебинар из этого расписания. Все вебинары свободные и бесплатные, как вы знаете. Второе сообщение. Вторая ссылка. Это ответ на вопрос, будет ли вестись записи. Можно будет ее посмотреть. Да, запись ведется. Запись всех вебинаров у нас традиционно ведется. И они выкладываются на наш видеоканал на Ютьюбе. Вот по приведенному здесь адресу. Как всегда, несколько... Еще две ссылки даю вам на наши два наших следующих вебинара. Первая ссылка. Это вебинары будущей недели. В понедельник открою вебинарную неделю я с вебинаром, который называется «Университетская библиотека онлайн. Что нового в новом семестре?» Вообще, я хотел бы сказать, что в новом семестре мы традиционно открываем наши вебинары. Я имею в виду не вообще вебинары все Директ-Академии, а наши от Директ-Медиа, продуктовые вебинары. Вебинарыми о новинках. И потом, достаточно кучно, в течение января и февраля я вам буду рассказывать о продуктах компании Директ-Медиа. Так что за январь и начало февраля я буду достаточно часто появляться в качестве спикера и приглашаю вас на наши продуктовые вебинары. А вот 16-го во вторник состоится необычный вебинар. Наталья Зайцева сделает вебинар «Как создать и раскрутить канал на YouTube». Я хотел бы отметить, что я с удовольствием Наталью пригласил в качестве спикера. Это необычный опыт. Наталья ведет свой собственный блог, видеоблог на YouTube. Причем видеоблог очень популярный. Более 100 тысяч подписчиков на ее видеоблоге. Ее видеоблог посвящен вопросам рукоделия. Но тем не менее сам по себе этот блог организован как учебный видеоблог. И поэтому нам очень интересно было бы подсмотреть некие идеи у Натальи. Как нам развивать учебное видео на YouTube. Какие приемы использовать. И как можно достичь такой популярности, как у нее в наших учебных видео и на наших учебных каналах. Так что приглашаю вас на этот вебинар. Записывайтесь. Я думаю, будет очень интересно подсмотреть какие-то технологические новшества. Вот. Ну и на сегодня у меня, собственно, все. Я ухожу в чат. Буду сопровождать, как всегда, вебинар. Отдаюсь. Предоставляю слово Татьяне для проведения. Спасибо, Павел Юрьевич. Но мы с вами расстаемся. Я думаю, вы за кадром незримо будете присутствовать с нами в сегодняшней встрече. Добрый день, уважаемые друзья. Рада вас приветствовать в нашем новом цикле вебинаров. Так слегка задумалась. Уже новогодним, после Нового года. Последний раз мы с вами встречались, ну, с кем встречались на прошлом вебинаре еще в том году. Для начала давайте проверим связь, прежде чем мы пойдем с вами дальше. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Хорошо ли меня видно, слышно, видно ли рабочий стол. Отлично. Вроде все. Ой, огромное количество плюсиков. Ага, спасибо большое. Значит, все у нас нормально. Если какие-то проблемы со связью возникают, или технические проблемы, вы в чат, пожалуйста, пишите. Я надеюсь, Павел Юрьевич нам будет помогать с этими техническими вопросами. Да, и еще небольшое предупреждение. У нас будет несколько показов рабочего стола, поэтому все, у кого есть, кто зашел с гаджетов, смартфоны или планшеты, могут возникать технические проблемы при демонстрации рабочего стола. Поэтому просто имейте, пожалуйста, это в виду. В записи это все будет, потом можно будет посмотреть. Значит, по поводу сразу презентации и ресурсов. Презентация у нас сегодня будет очень небольшая. Обычно у меня презентацию очень... Кто ходит на мои вебинары знает, там по 50 слайдов бывает. Сегодня их гораздо меньше, гораздо-гораздо меньше. Но это связано с небольшим трагическим происшествием. Просто сейчас очень тяжело делать слайды и очень тяжело управлять мышкой. Несколько пострадала правая рука, поэтому со слайдами у нас сегодня будет немножко... Больше будем говорить, больше придется на слова уделять внимание. Но, тем не менее, ресурсы я вам в конце открою. Есть несколько ресурсов, которые будут вам полезны, надеюсь. И ресурс, о котором я буду говорить с идеями, 25 сюжетных идей, я его вместе с текстом в виде статьи будет выложена в нашу группу. Поэтому сразу я тогда вам дам ссылочку на нашу группу. У нас есть группа в Фейсбуке, куда по своим вебинарам я выкладываю дополнительные материалы, куда приглашаю всех наших участников вебинаров. Это группа закрытая только для участников наших вебинаров и друзей участников наших вебинаров. Поэтому по ссылочке можно уже записаться. И те, кто... Участники нашей группы знают, что я дополнительные материалы, какую-то интересную, полезную информацию дополнительно еще выкладываю туда. А также в группе есть еще обзор. Обзор опрос, сделанный по прошедшим двум вебинарам по PowerPoint, на который я тоже прошу всех участников группы и тех, кто к нам присоединится. Это, пожалуйста, ответьте. Это поможет сформировать мне некоторые курсы, некоторые материалы. Что-то из них пойдет в открытый доступ. Это я делаю для вас. Поэтому мне важно понимать ваши приоритеты, чтобы от них отталкиваться. Ну, это вот такое небольшое вступление, после которого мы с вами переходим к нашей сегодняшней теме. Креативные приемы в обучении. Конечно, все мы рассмотреть не сможем. Мы берем только с вами один вопрос, который возник на прошедших двух вебинарах. Он уже поднимался. И в группе один из лидеров нашего опроса, одна из тем, как научиться делать игры с нуля, от идеи до результата, от идеи под ключ. И мы взяли вот такую тему, где брать идеи, как превратить информацию в увлекательное задание, с точки зрения, где взять, какие есть способы, какие есть сюжеты, которые мы можем использовать при организации своего обучения, для превращать информацию в задания, которые будут увлекать, вовлекать наших учеников. И вот где брать эти идеи, откуда их брать, как создавать свои уникальные игры. И вот несколько таких способов, 13 способов и 25 сюжетных идей я вам сегодня покажу. То есть мы остановимся только на рассмотрении вот этого аспекта. Более подробно это уже в курсе, который я сейчас готовлю по идеям для игр. Сначала подразумевалось только с использованием PowerPoint, как сделать игру с использованием PowerPoint по предыдущим вебинарам. Но все-таки более расширенный формат буду давать, как придумывать оффлайн игры тоже. И сегодня мы будем говорить о тех идеях, которые можно использовать как для онлайн игр, для игр в онлайн-курсах и для игр в оффлайне. Где взять эту идею, как ее притворить в жизнь и превратить в игру. Ну, как говорил Стив Джобс, творчество – это всего лишь соединение вещей, увиденных ранее. И если спросить творческого человека, как он придумал свой продукт, свою игру, свою услугу, что-то новое, они начинают чувствовать себя немного неловко, потому что они этого не придумывали в прямом смысле слова, а в основном собирали из того, что видели. И применяли к этому определенную технику. С этой техникой мы сегодня тоже познакомимся с методом, который позволяет создавать вот это новое. И раз есть что-то придуманное для нас, почему бы нам этим не воспользоваться? И сегодня немножко в обратном порядке пройду по представлению нашего материала. Обычно вначале идет теория, а потом уже какие-то практически полезные вещи. Пойдем сегодня обратным путем. Сначала я вам покажу 25 сюжетов, вот тех самых сюжетов, которые могут помочь вам создать свои идеи. А может быть, вы их просто возьмете в том виде, в котором они существуют, и сможете применить к своему предмету, к своим тренингам, к своим занятиям, и использовать их для создания игр. Здесь важно напомнить одну вещь, что одна и та же история, один и тот же сюжет, одна и та же идея, она может проходить как по всему курсу, через все игры и упражнения, связывать их в единую такую сюжетную линию. Либо каждая из тем, каждый из блоков тренинга, тем, вопросов наших занятий, наших курсов, предметов, они могут иметь свою игру, свой сюжет, свое завершение. Это могут быть отдельные игры, не связанные одним общим сюжетом по всему курсу. Но в любом случае, один или другой формат мы выбираем для нашей идеи, она должна иметь законченный вид. Делаем ли мы это в рамках одного урока, либо делаем мы это в рамках всего курса, вот как для студентов, например. У нас есть там 6-8 пар, и одна и та же идея, один и тот же сюжет может пройти через все 6-8 пар. А может быть, на каждой паре, на каждом практическом занятии, у нас будет своя отдельная игра со своим сюжетом. Но законченность обязательно должна быть. Так, смотрю я вопрос, у нас появилась информация по новым вебинарам, по играм. Пожалуйста, в рассылке в электронном виде сделайте. Хорошо. Так, и за основу может быть взят сюжет, это может быть storyline, это может быть некая история, на которую, как на основной такой стержень для наших квестов, создаются определенные задания, уровни и так далее. И дальше мы ее уже раскрываем. То есть сюжетной линией в нашей игре может быть любая история, любая тема, которая проходит через все занятия или через весь курс. Какие 25 наиболее популярных идей в этом плане существуют? Какие из идей мы можем реализовывать? Вот эти самые сюжеты. 25 идей для игр. Вот этот материал я вам даю по статье, которая была переведена Юрией Николаевичем Белоножкиным. Кратко буду пояснять, показываю, опять же, прошу прощения, показывать буду с вордовского файла. Файл я вам потом открою. Давайте я его вам сразу открою в ресурсах. Можно его скачать. И короткие пояснения дам. И с текстом пояснений он будет у нас в группе. Обязательно выложен. Значит, первый сюжет, который мы можем взять и использовать для создания игры, это один из способов придумывания идеи, нахождения идеи. Сначала взять некий сюжет и оттолкнуться уже от него. Хотя мы можем оттолкнуться и от других компонентов, элементов. Первый сюжет – удивительная экспедиция. Основная его суть. Отправляем студентов в какую-то интересную экспедицию по всему миру, по континенту, по нашему краю, по предмету, по курсу, по теме. Их задача – что-то изучить, попутешествовать, выполнить определенный ряд заданий. То есть это квест. Деление, возможно, на пары, возможно, выполнение в командах. Можно давать индивидуальные задания. То есть здесь, так же, как и в нормальных путешествиях. Мы можем путешествовать в одиночку, можем с семьей, можем в большой компании. В зависимости от того, какую задачу вы перед собой ставите. Формат можно выбрать совершенно разный. Это может быть путешествие, которое может объединить в себе несколько предметов или такие межпредметные связи. Для того, чтобы выполнить какое-то определенное задание, необходимо использовать знания, умения, навыки из других или смежных предметов. Подходит и для средней школы, и для студентов, и для обучения взрослых. Вторая идея, которую можно взять и использовать уже готовая, например, вторжение инопланетян. Есть разные. Вот такая вот игра на этой основе выстраивается. Есть разные инопланетяне, есть сложные, есть страшные, есть забавные, есть веселые, есть боевые. И, соответственно, задается некая сюжетная линия в зависимости от этого. Здесь мы идем, используем принцип принцип от героя. В зависимости от характера мы либо спасаем нашу планету, либо объясняем что-то инопланетянам, прилетевшим на нашу Землю. Кстати, хороший прием, когда нужно научиться объяснять сложные вещи простыми словами, то можно использовать такой сюжет. И здесь сюжетных линий, отталкиваясь от этой идеи, можно придумать достаточно много. Очень хорошо не забывать, какой бы тип игры, какой бы сюжет мы не выбирали, использовать награды по пути. Значит, коллеги, я смотрю, сейчас у нас так, в чате пошли. Поставьте, пожалуйста, плюсики, все ли нормально у нас со звуком. Ага. В основном, а все, да. Хорошо, спасибо. А то я уже начала волноваться, что у нас звук пропадает. Все, спасибо, спасибо большое. Самое главное, не забывать о любой игре, которую мы задаем. У нас будет ряд заданий, будет ряд этапов, шагов, которые мы должны выполнить, пройти, сделать. И награды по пути обязательно должны быть. То есть здесь вот этот элемент нужно продумать изначально. Ну и какой-то индикатор, который будет отмечать выполнение тех или иных миссий, заданий. В онлайн формате, в онлайн курсе это сделать легко. Есть индикаторы выполнения заданий. Студент проходит, автоматически ставится галочка, либо он сам вручную отмечает. И на... Индикаторе у него уже появляется, какие задания выполнены, какие нет. В оффлайновом режиме здесь надо подумать, как. Либо это делается контекстная доска, если мы проводим игру, либо каким-то иным способом, но отмечать обязательно это должно. Отмечаться это должно. Это тот элемент, который мотивирует. Следующий... Следующий сюжет, который можно использовать, путешествие во времени. хорош для тех случаев, когда нет какой-то одной темы, одного вопроса, который нужно исследовать. Мы затрагиваем множество вопросов, может быть, множество тем. Либо повторяем весь курс, мы возвращаемся во времени. Либо на уроках истории, например, литературы, вот такое путешествие во время ОНА, можно применять, использовать. Модификация этого варианта, этого сюжета, путешествия во времени и пространстве. Вот здесь, кстати, на помощь могут прийти нам сериалы. Тот же самый Стартрек, Звездные врата, путешественники во времени был. Одно время шел такой сериал, ну, я думаю, найти их в интернете можно. Вот там используется микс, то есть Уайлдовская машина времени, путешествия во времени, но наша Земля, наша реальность просто в разные эпохи. Либо путешествия по другим планетам, либо путешествия во времени в параллельной реальности на нашей Земле. То есть здесь можно комбинировать разные варианты, и одна идея может порождать уже несколько сюжетных линий, которые можно использовать и там сформировать в зависимости от той задачи, которая у нас, перед нами будет стоять, которую мы ставим на применение этой игры. Остаться в живых, тоже хороший вариант, хороший сюжет. Делим студентов на команды, забрасываем их на необитаемый остров, например, и оставляем. У них есть некие ресурсы, у них есть некое задание, или задание, используя которое, они должны получить определенный результат и действуют вполне самостоятельно. Опять же, все будет зависеть от ход игры, правила, которые мы устанавливаем, правила миров, это важный элемент, который во всех играх должен присутствовать. четко задать правила, будут ли они иметь возможность общаться между собой, делиться ресурсами или нет. В зависимости от той задачи, которую мы ставим, мы обязательно должны это указать. Но, вот, например, одно из таких правил, которые принимаются на игру, никто не получает право покинуть остров, и тоже, опять же, идея во многих телешоу, сериалах, реалити-шоу используется, «Последний герой», по-моему, как-то они еще назывались, там, про остров, голосовать и покидать остров там была возможность, здесь можно принять правило, что такой возможности нет, из команды выходить нельзя, и остров покидать нельзя. Те-то как хочешь, но выжить надо. Хорошо подходит для организации командной работы, для изучения взаимодействия, то есть для каких-то вот занятий, игр, тренингов, связанных с психологией и взаимодействием командообразованием, с тем, чтобы потом можно было обсудить не только результат полученной работы, но и результат самого хода выполнения взаимодействия. О, ура, появилась связная речь спикера, спасибо, хорошо, что-то у нас начинает налаживаться. Это вот еще один из таких вариантов игры, кстати, вот эти все сюжеты, они для онлайн-курсов, для онлайн-игр предлагаются, но можно использовать и в офлайне. Следующий сюжет, следующая парочка, спасибо, Наталья Сергеевна, следующая парочка, это обнадеживает, следующая пара игр, это «Индиана Джонс» и «Путешествие на Марс». Ну, «Индиана Джонс» фильм практически всем известный, достаточно часто показываемый, сюжет интересный и позволяющий создать очень много много игр, много поворотов, археология, мир приключений, здесь может быть и поиск информации в библиотеке, например, со студентами мы такую игру проводили, библиография, оформление библиографических источников звучало как-то очень страшновато, госты, мы назвали это «Информационная археология», стали на какое-то время археологами, и вот в библиотеке в этих страшных каталогах, это были пирамиды, древние пирамиды Майя, и вот там нам нужно было найти некое сокровище, некие артефакты, собрать их и еще правильно их представить, правильные артефакты должны быть. И как-то работа пошла веселее. Мы в реальные библиотеки, мы выезжали, и в РГБ мы работали, и в Российской государственной молодежной библиотеке, экскурсии проводили, и со студентами иногда брали вот этот сюжет за основу, и как-то оно шло гораздо легче. То есть ребята более увлеченно занимались, тем более, что за находки еще следовали призы, которые потом превращались в баллы. То есть такая система бейджей, система наград, она существовала и за скорость, и за качество. Важно было не только быстрее, но опередить на конкурентов, но и выполнить свою работу качественно, найти именно то, что нужно, и правильно еще это составить описание. Вот такая вот собирали серию сокровищ, которые скрыты, в данном случае у нас было в библиотеке. образ библиотеки и географической игры Ирина Хармина 68-го года. Видимо, да. Видимо, да. Ну, все повторяется, и первая деловая, Ирина Николаевна, кстати, первая деловая игра вообще в мире, она прошла в России, в Ленинграде, 1932 год. Именно формат деловой игры, по-моему, в течение недели она проходила. То есть сначала было обучение, изучали теорию, набирали материал, а потом это все реализовывалось на практике в виде вот такой вот деловой игры на базе Центрального института труда под руководством Алексея Гастева называлось запуск швейного производства. То есть в течение недели реально запускали швейное производство на площадке, но это была игра. Причем задействованы были все сферы управления и производства, начиная от генерального директора, заканчивая уборщицами. И вот такой вот вариант деловой игры, он еще в 1932 году прошел, прошел достаточно успешно. По-моему, у них несколько запусков было. Если кому-то интересно, вы мне напишите, я вам подскажу, где поискать информацию на эту тему. Потом эта тема была забыта, но американцы очень внимательно отнеслись к этим материалам и использовали их в развитии этого направления, как деловые игры. Потом обратно оно все к нам уже вернулось в виде западных тренингов. Первыми были все-таки наши Гастев и Институт труда. Вот возвращаясь к Индиане Джонс, да, интересный сюжет, который можно использовать в группу выложу информацию и дам туда ссылочки. Кстати, вот этот же сюжет по Индиане Джонс мы использовали, когда делали курс с Юрием Николаевичем Белоножкиным по геймификации электронных обучения, по электронным курсам был у нас такой курс. И вот там вот этот сюжет с Индианой Джонсом, он проходил такой главной линией через весь курс, через разные темы, на каждую тему было свое задание, его выполняли, и в качестве героя у нас вот действовал наш Индиана Джонс, которому мы помогали. То есть участники были еще включены в процесс, да, не просто какой-то герой и мы за него проходим, а мы проходим вместе с ним, мы ему помогаем. дальше, да, Ольга Александровна, это уже давно было придумано. Следующая игра, шестая у нас, это путешествие на Марс, сюжетная линия, полет на Марс, высадка и обустройство, да. вот для этой сюжетной линии она хороша тем, что есть реальные изображения, реальные фотографии, в интернете их тоже можно найти, в архивах, и может быть создана такая история путешествия, где студентам, например, приходилось бы искать в условиях ограниченных ресурсов дополнительные ресурсы, обмениваться, да, применять какие-то знания, например, в области, там, астрономии, геологии и так далее. Ну, для уроков астрономии, я думаю, это самый идеальный вариант, например. По следующий сюжет, так, Наталья Сергеевна, про это я сейчас скажу. Мы говорим сейчас просто о сюжетах, которые вы можете брать и приспосабливать к своим задачам. Значит, по... Ну, вот, Наталья Сергеевна, если говорить о... Сейчас я... Так... Дяну... Вот. Если говорить о путешествии на Марс, то... Ну, смотрите, по... По задачам, да, путешествия на Марс, это может быть поиск ресурсов, действия в условиях ограниченных ресурсов, вообще задачу... Ну, вот в основном эти задачи. Здесь взаимодействие в группе. Да, вот те моменты, которые мы можем здесь увидеть. Все сюжеты, которые связаны с... Вот, как сюжет Индиана Джонс, с поиском чего-либо. Это умение работать с поисковыми системами, умение работать с источниками информации. Поисковые системы могут быть любые. Опять же, вот... Будет ли командное взаимодействие или не будет, будет зависеть от того, в каком формате вы будете проводить эту игру. Индивидуального задания. Либо у вас будет работа в парах, либо у вас будет командная работа, либо соперничество между командами. Вот это уже зависит от вас. Практически каждый сюжет можно и так, и так, и так использовать и применять. И очень часто приходится варьировать, потому что если в тренинге, например, я точно знаю, какое количество участников у меня придет, ну, плюс-минус несколько человек, ну, например, 12-17 будет точно, то на уроке, на занятиях у студентов я, например, заранее не могу предусмотреть и сказать, что точно будет 25 человек или точно будет 15 человек. Может быть, 5, а может быть и 45. И, соответственно, один и тот же сюжет мне приходится перестраивать, уже отталкиваясь и от количества участников тоже. Это тоже бывает важным фактором, критерием для применения той или иной игры, того или иного сюжета. Поэтому здесь нужно смотреть, вот будет решать этот сюжет задачи, например, организации командного взаимодействия и можно ли здесь будет увидеть особенности работы студентов в командах, и потом это, например, превратить в тему для обсуждения или нельзя. Здесь нужно в каждом конкретном случае смотреть, но любой сюжет можно настроить для решения командообразующих задач. Да, можно, если мы не берем, конечно, индивидуальный формат. По следующей задачи услышала. Задачи будем попробовать озвучивать. Кот да Винчи. Некая тайна. Есть некие скрытые символы, очень похожи на сюжет с Индианой Джонсом, но здесь больше, если вспомнить сам сюжет книги, здесь больше не командный формат, здесь больше индивидуальный формат. И мы не просто ищем какие-то артефакты, а каждый из артефактов является ключом к местонахождению другого артефакта. И таким образом, постепенно проходя по этапам, собирая нужные подсказки, мы выходим на приобретение самого головного сокровища, находим самый важный артефакт. Какие задачи может решать этот сюжет? Коллеги, вот как думаете, для каких задач может быть приспособлен данный сюжет? Постепенное нахождение, переход от одного артефакта к другому, от одной подсказки к другой, и постепенно мы подходим к нахождению чего-то целого. Наталья Сергеевна предлагает искусствоведение, математика, это области, произведение искусства можно брать другие, конечно, конечно. Кодирование, да. Кстати, для программистов подойдет земледелие, химия. Совершенно разные области. Для повторения, например, пройденного материала по темам, я иногда такую игру тоже провожу. Сначала надо найти ответы на вопросы из предыдущих тем, чтобы подойти к главному вопросу. Алгоритмам, технологиям. Да, везде, где есть алгоритмизация, может быть. В начальной школе легко сделать. Из этого, кстати, очень легко можно сделать, добавив такого живого интерактива, например, квест. Популярные городские квесты, не только в онлайн-формате, но и в оффлайн-формате. Исходя из этого сюжета, используя эту идею для сюжета, конечно, здесь примерно приведено код да винч, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Но мы можем взять совершенно другие истории. Если обратиться к истории Москвы, например, у нас достаточно много таких легенд, тайн, тайна Брюсовой башни. И все, и пошли. И прошить вот эти артефакты, которые нужно изучить, нужно найти подсказки. Они скрыты, например, в каких-то зданиях, улицах Москвы. Для этого нужно изучить, почитать. И самое главное, еще ножками пройти по определенному району, по определенным улицам и на месте уже, например, выложить, сделать фотографию и выложить. Такой элемент городского квеста тоже можно использовать. Тогда получится, да, история для занятий по истории, все, что связано с историческими аспектами. В библиотеке Евгений Геннадьевна, такой квест по библиотеке или по библиотекам тоже можно делать, по нескольким. Иностранный язык. Нагима Батырхановна спрашивает. А для иностранного языка, коллеги, можем мы использовать этот сюжет, поиск чего-то? Я думаю, что да. Да. Это могут быть какие-то подсказки грамматические, да, составление фраз. Да, задание на языке можно использовать. Конечно. Можно взять вообще тот же самый сюжет и Наталья Сергеевна хороший вариант подсказывает. Задание дается на языке, ответы должны быть на языке, сами артефакты должны быть на языке. По странам, да. Окружающий мир, Наталья Сергеевна, а почему нет? Конечно, да. То есть, вот смотрите, отталкиваясь от одной идеи, зная ее суть, мы можем уже под разные задачи, под разные предметы выстроить сюжет игры, сюжетную линию. Для юристов поиск улик, да, но это для юристов, кстати, другая игра может лучше подойти, сейчас я ее вам попозже покажу. Топ-10 или, вот в переводе его называют обратный отсчет, но мне больше нравится все-таки топ-10. Лучший выбор лучших результатов по итогам, например, какой-то викторины. Топ-10 лучших знатоков событий эпохи Возрождения. Это может быть топ-10 самых часто задаваемых вопросов. На основе вот этого сюжета можно выстраивать викторины по принципу, например, своей игры или что, где, когда и так далее. И по результатам тоже можно выстраивать. Так, Лариса, выстраивать игру. Лариса Владиславовна спрашивает, в вашем случае, сколько человек одновременно участвовало в этой игре? Дистанционную поддержку, оцененные результаты только когнитивные. Игры мы проводили в оффлайне, в основном в оффлайне, в оффлайне, ребята были без дистанционной поддержки. Единственное, что у них был доступ, если говорить о дистанционной поддержке, доступ к библиотеке, к ресурсам, к материалам, которыми они могли пользоваться. Там карта, карта, это были какие-то подсказки, это был теоретический материал, который они, в принципе, должны были изучить дома. Это были те же ГОСТы или правила, оформление ссылок, если вы говорите о библиотеке, вот этим они пользовались. И если про дистанционную, а так проходило в формате очного, поиска в самой библиотеке. Но так как у нас ребята не все были компьютеризированы, не у всех были гаджеты, поэтому мы дублировали и в формате такой поддержки, в распечатанном виде у них были с собой задания тоже. То есть этот момент тоже нужно учитывать. Хоть мы и говорим, что сейчас студенты все с гаджетами, все со смартфонами, все с телефонами, но на практике я сталкиваюсь с тем, что не все, не всегда. Тем более там было несколько взрослых человек, заочники у нас тоже играли. Сколько человек участвовало? Участвовало, сейчас скажу, 10, от 10 до 15 человек. От 10 до 15 человек одновременно. Поэтому такая нормальная формата, нормальная тренинговая группа. результаты игры была продумана система оценивания результатов, то есть оценивалась и скорость, оценивалось качество, и так как они делали библиографические описания, оценивалось качество представленных библиографических описаний. И плюс еще устно, они потом представляли свои результаты в устном формате, это тоже оценилось как вкусное публичное выступление. Но это одна из тем нашего курса, поэтому вот это задание еще и цепляло другую тему, не только оформление библиографии или работу с каталогами. И была продумана система, прописана система баллов, сколько, за что, по критериям, вот на это, кстати, к следующему вопросу, Наталья Викторовна, про время разработки игры, вот на продумывание критериев уходит большое количество времени. Сколько баллов, при каких условиях, критерии выполнения работы, вот это должно быть продумано очень тщательно, на это уходит очень много времени. Смотря какой игры, Наталья Викторовна, смотря какой игры, если это небольшая игра, подводка, разминка, ледокул, то, что не занимает больше трех-пяти минут, может уйти от получаса до нескольких часов. Если это большая игра в формате квеста, а если это еще и задействуется какая-то интерактивность и проводится в оффлайн формате, и мы реально должны путешествовать по улицам, то здесь очень много моментов, которые необходимо продумать и может занять от нескольких дней до недели, а то и двух. Все это должно быть тщательно прописано, прописываются и продуманы все моменты, все элементы. Но есть способ, который позволяет нам, способ B, который позволяет нам затраты времени на разработку игры значительно сократить. Есть такая штука, которую используют при разработке сценариев своих тренингов тренеры, я ее применяю тоже при разработке игр как в онлайн формате, так и в оффлайн формате. И на курсе я ее показываю, мы с ним учимся работать. Это реально помогает предусмотреть все возможные варианты, прописать все и достаточно быстро сделать такой навигатор для игры. Здесь время сокращается в разы. В чем смысл игры? Наталья Анатольевна, какой именно? Если про топ-10, это скорее не как отдельная игра, а как дополнение, например, к тем же викторинам. Там мы выстраиваем еще... Выстраиваем некий порядок. Либо можем... Да, да, вот Евгений Геннадь совершенно согласен. Система оценивания этапов и общего общего результата игры по критериям. Это самая трудоемкая, наверное. Одно из самых трудоемких. Идею придумать иногда получается быстрее, чем потом прописать критерии под каждый этап реализации этой идеи. Ну, к сюжетам. Так мы отходим на технологии, потом возвращаемся обратно, и это здорово. Бродилка. Вариант настольной игры можно использовать... Я из своего детства помню эти настольные игры с фишками и костями, которые нужно бросать, пошаговые выполнения. То же самое можно сделать и в электронном формате. Пошаговое выполнение заданий в зависимости от того, то есть выстраивание индивидуальной траектории прохождения и выстраивание ограничений. Вот в модуле это, например, очень легко можно сделать. Опять же, много времени и трудоемкость высокая будет на этапе продумывания логистики этой игры. Где мы даем дополнительные баллы, за что, опять же, те же самые критерии, где есть возможность перескочить, перейти, например, на более высокий уровень, где нас откинет назад, куда нас откинет назад. То есть вот эти вот все взаимосвязи между отдельными шагами, заданиями, алгоритмами очень тщательно нужно прописывать заранее. не на этапе настройки самих элементов, уже когда мы работаем на платформе, а на этапе ручки, карандаша и бумаги. Потому что потом очень велик риск, у меня был такой, ах, да чего я там буду писать, да я сразу в онлайн-курсе сделаю. Потом пришлось все-таки взять лист бумаги и прописывать все там вручную для того, чтобы настроить. Запутываешься. Особенно если очень много деталей, очень много ходов, очень много элементов, то есть риск очень сильно запутаться. Для каких задач может применяться игры? Совершенно различные. Там, где есть, опять же, пошаговое прохождение, это могут быть и связанные что-то, например, со своей профессией, с работой, для профориентации, для проверки, например, компетенций, профессиональных компетенций студентов, о том, что мне ближе, они должны выполнить некое задание, пройти некие этапы. Мы так разрабатываем, например, двумерные графики для какого-то мероприятия. Там есть определенные шаги, которые они обязаны выполнить, они их выполняют, ну и в зависимости от того, как выполняют, они либо проходят быстрее, либо медленнее. Значит, эти сюжеты, о которых я говорю, они могут быть реализованы в разных форматах и в онлайн. Потому что, я смотрю, пошли вопросы про платформы. Они могут быть реализованы и в онлайн, и в оффлайн формате. Но здесь надо продумывать, потому что взять и ту же бродилку сделать в таком же виде, как мы делаем настольную игру, это вряд ли. А вот как это можно сделать через настройку, например, ограничений доступа к тем или иным элементам внутри курса, это можно сделать. Ограничивая доступ, пока не выполнены определенные условия, не открывается доступ. Либо по результатам теста или по результатам прохождения. Задания, они могут быть сформированы из тестов. Либо мы идем дальше и имеем возможность перескочить на несколько шагов вперед, либо нас возвращают обратно. Пройти. В iSpring можно, в Moodle можно. Пробовали с ограничением доступа. Да, то есть у вас будет тот же самый курс, но формат прохождения будет другой. В Moodle, да. Следующий сюжет «Три двери» это мой любимый. На прошлом или позапрошлом вебинаре я его уже показывала. Правда, у нас там было четыре двери, лабиринт времени, повторение пройденного материала. Вот там как раз я использовала сюжет для этой игры, которая была сделана в Powerpoint. Вот этот самый сюжет. Только у меня было четыре двери, а не три. Ну, количество зависит от вашего воображения. Также через этот сюжет в выборе одну из трех волшебных дверей можно выстраивать индивидуальную траекторию прохождения. Да, Калина Владимировна, пути дороги, визуальная метафора. Да, метафора пути, путь героя еще иногда называют. И вот этот вот сюжет с тремя дверями можно использовать для выстраивания, например, индивидуальной траектории обучения, либо также по результатам теста хороший, средний, плохой предоставляется выбор. Если у тебя средний результат, ты можешь выбрать два варианта, третий тебе не дается, задание закрывается. Ну, из этих двух, то есть вот ситуация выбора. Либо это можно использовать для, вот как я делала в прошлом, показывала на прошлом вебинаре, для повторения изученные темы использовать вот в формате такой игры с лабиринтом времени. Элемент развлекания конструктора. А, все, поняла, это вы про конструктора на базе Microsoft. Если найдете, обязательно напишите, Наталья Сергеевна, потому что любая развлекательная игра, ну, не любая, а почти любая, там важен сюжет, например. Да-да-да, в группу тогда, пожалуйста, если не затруднит, скиньте, очень интересно. Сюжет, механика, да, какие-то цепляющие моменты. Это один из способов, кстати, изучения развлекательных игр. Записывайтесь, Наталья Сергеевна. У нас иногда народ просто записывается в нашу группу для того, чтобы обмениваться материалом, потому что я иногда вижу, что люди приходят, у них совершенно пустой аккаунт в Фейсбуке, и я понимаю, что человек записался для того, чтобы быть в группе. Ссылочку на группу я чуть-чуть попозже в конце скину, мы сейчас пройдемся еще по сюжетам. Значит, Остров животных, в конце я ее обязательно еще раз повторю, и в презентации она есть. Остров животных, но это скорее для более младшего возраста, представить себя каким-то животным на воображаемом острове, но как вариант, представь, что ты и какое-то воображаемое животное или реальное находится на острове, и выполняем задание. То есть здесь можно и так, и так. Я вообще не очень, я не очень сторонник играть за, превращаться в кузнечика, бабочку, и за нее выполнять какие-то задания, но может быть, это иногда и необходимо, просто мне с этим не приходилось сталкиваться. И выполняют определенные задания, и в зависимости от этих заданий открывается, например, тайная часть острова, а там какое-то сокровище, а вот дальше уже можно развивать эту идею. Спасибо, Елена Сергеевна. Например, отпирание таинственной части острова, либо зарабатывание каких-то, ну как в компьютерных играх, делают в онлайн-играх, в развлекательных какие-то дополнительные там артефакты, прокачивают героя, там вооружение, какая-то одежда, еще что-то, 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 какие-то награды. И, например, можно менять условия погодных, там природных явлений, жизни, например, если наш остров еще обитаемо там живет кто-то, а он не обитаемый, есть еще какие-то жители, то там традиции, культурные особенности, то есть вот это все можно сюда прошивать. Двенадцатый сюжет, который можно использовать, это загадочное убийство. Вот как раз у нас кто-то про юристов спрашивал, вот этот сюжет, пожалуйста, от Шерлока Холмса до Миссис Маркл или более современных каких-то следователей можно брать. Есть некая тайна, есть таинственное преступление, это создает интригующую историю, дается ряд подсказок, которые нужно выполнить, нужно найти какие-то улики, свидетельства для того, чтобы разгадать вот эту тайну. Опять же, посмотрите, в любом сюжете у нас проходит один момент, storyline, то есть storytelling, должна быть какая-то история, которая нас захватит. Обратите внимание, первое, это должен быть захватывающий заголовок для любой игры либо темы. Может быть, необычный, может быть, какой-то интригующий, может быть совершенно шокирующий, но он должен привлекать внимание. И должна быть захватывающая история, положена в основу, а на нее уже, как на стержень, мы дописываем, добавляем задания, упражнения, задачи, вопросы, добавляем вот этот квест, отвечая на которые и проходя этапы, мы получаем некий результат, приходим к разгадке. Больше всего эта тема подходит с загадочным преступлением, это криминалистика, юриспруденция, психология, может быть, вот как раз этот случай, он взят из курса, кстати, английского языка, то есть детективная история на английском языке. Следующая игра «Дикий запад», но это вариант «Полицейские воры», появляется новый шериф в городе, это может быть преподаватель, это могут быть студенты, либо кто-то из студентов, либо это вообще может быть выдуманный персонаж, и есть некая банда. И вот шериф и его полицейский отряд, они занимаются розыском этой банды. Как их остановить, как их найти, но опять же, вариация сюжета поиска. Можно отдать карту, можно подбрасывать ключи к подсказкам, и после того, как заканчивается очередное задание, они получают некую подсказку для того, чтобы двигаться дальше. Ключами могут быть или точки, координаты карты, либо какие-то достопримечательности, особые места, которые нужно изучить, либо внезапно возникшие проблемы. Здесь тоже вряд ли достаточно много. По основе сценария были не зарубежная отечественная матрица. Наталья Николаевна, прямо вот с языка буквально снимаете. Да, мы смотрим те 25 сюжетов, которые чаще всего используются, но опять же, имейте в виду, что это идеи. Это идеи, и мы их рассматриваем в качестве примера. Это не значит, что если мы говорим о Коди да Винчи, мы обязательно должны взять именно это произведение и использовать его, и называть эту игру так. Здесь самое главное уловить саму суть сюжета, познакомиться с ним, а дальше вы можете выстраивать. И, кстати, вот спасибо большое Наталье Николаевне, очень хорошее замечание, не успела сказать. Я вообще сторонник, перестраивать западные сюжеты на нашу отечественную литературу, искусство, кино, брать сюжеты оттуда. Но идею для игры я могу взять из тех, которые есть, из этих популярных, но сделать ее на материале все-таки нашим родном, а не зарубежном. То есть здесь выбор есть и можно делать по тем же сюжетам сказок, например. А чем они плохие? Наши сказки, по-моему, вообще самые замечательные в мире. Ольга Алексеевна, любой популярный мультфильм, да, для, кстати, по поводу популярных фильмов или сериалов для подростков и студентов. Вот здесь очень осторожно, потому что здесь надо очень хорошо знать, что знают они. Не каждый фильм, не каждый сериал, который мы считаем, что мы знаем, ошибка очевидности, знают наши студенты. Я с этим сталкивалась, когда подбирала истории из отечественных фильмов, старых, дорогих, любимых, ну, с учетом того, что, ну, все его знают, но кто не смотрел, Москва слезам не верит. Оказалось, что не смотрел. Да, пришлось перестраиваться по ходу. Ну, так получилось, что половина группы даже не знают, о чем речь. Был у меня такой случай. А вот то, что они изучают в школе, Евгения Геннадьевна, да, вот те книги, те источники, которые входят в школьную программу, вполне могут послужить основой для сюжетов, для основы сюжетной линии. Время бургера. Это еще одна сюжетная игра. Еще один сюжет, который можно брать, это такой ресторано-тематический сюжет. Можно создать свой собственный ресторан, ну, а в качестве предлагаемых угощений это могут быть не только бургеры, не только бутерброды, да, не только фастфуд, это могут быть идеи, это могут быть изученные материалы, это могут быть решенные задачи, это может быть тот материал, который мы с ними изучали. Они очень похожи на ярмарку. Для изучения документов. Наталья Сергеевна, здесь смотря, о каких документах идет речь, не всегда игру уместно использовать, согласно с вами практические задания на применение. Вот практические задания на применение, они могут быть с элементами вовлечения и вовлечения, но опять же, нужно смотреть. Естественно, игрификация везде, всюду, для всех поголовно, это не вариант. Мы об этом сейчас не говорим. Мы говорим о том, какие сюжеты можно брать для игр и как их можно использовать. Да, в игре проще научиться, меньше страх, меньше ситуации стресса. То есть, когда я говорю, что мы сейчас с вами играем, они более спокойно, более свободно выполняют задания, чем когда говоришь, только попробуй мне это задание не сделай, еще так кулаком просто. не получишь зачет. То есть, это момент вовлечения и увлечения, как говорил Бернард Шоу, мы не взрослеем, когда перестаем играть, а мы стареем, когда перестаем играть. Поэтому играют, играют все, все тренинги построены на игровых моментах. Другой вопрос, насколько эта игра носит развлекательный характер. Да, часто играть постоянно играть не следует, должно быть все, должно быть и серьезное обучение, и игровой момент. Вот, кстати, если говорить об игре, сочетании таком, игре и серьезном обучении, раз уж мы коснулись темы документов, я, например, не сторонник постоянно все давать через игры, они входят элементами в систему обучения, потому что, может быть, потому что у меня больше работа с студентами, они все-таки немножко постарше. И я не сторонник, сейчас скажу, крамольную вещь для онлайн обучения, для тенденций, которые сейчас существуют, но это мое мнение, простите, оно есть и будет. Когда начинают давать малые объемы информации и делить информацию на малые кванты, в этом, конечно, с тем, что большие объемы информации не усваиваются, что современные молодежь, студенты больше пяти минут ролики не смотрят, больше 140 твиттер слов не читают, и поэтому мы должны вот таким образом подавать им информацию. Где-то может быть и да, там, где идет описание алгоритма, технологии, техники, и это еще я им показываю в очном формате, или есть записанный, например, скринкаст, как это делается, да, может быть, но были, есть и всегда у меня будут большие объемы текстов, которые я им даю на самостоятельное изучение, потому что потом мы получаем обратный ответ от наших студентов. Статью написать не могу, потому что надо для ее написания прочитать 5-6 научных статей, а они не квантуются, а они в киберленинге лежат, по 10-12 страниц, каждая да еще научным стилем, а я не привык. Написать курсовую проблема, потому что надо прочитать источников минимум 20-30-35, познакомиться, выбрать оттуда нужную информацию, а она не квантуется по 140 твиттер-слов, там надо читать большие объемы, и уходит вот это умение работать с большими объемами текстов, поэтому если говорим о сочетании игр и серьезных больших материалов, я стараюсь давать и ту, и другую. Игра, да, мы весело, мы отработали, это на этапе отработки, на этапе повторения, но тексты читать должны все-таки уметь, должны научиться, поэтому мы читаем тексты, я им тоже даю, ну, соответственно, исходя из дисциплины и не перегружая все-таки студентов тоже слишком, слишком уж сильно. Галина Владимировна, ну, это вот мое убеждение, что все, все, все прям вот превращать в одну большую игру, ну, играть тоже иногда надоедает, и серьезными вещами тоже нужно сниматься. Лучше большие объемы и виде интеллект карт. Галина Владимировна, это одно из заданий, которые студенты у меня тоже делают, они делают интеллект карту на источники, например, к курсу, они должны просмотреть эти источники и сделать интеллект карту конспект по этим источникам, это я им тоже показываю, они стараются это делать. Давать сразу информацию в виде интеллект карты, ну, как навигатор, как путеводитель, может быть, да, но тексты все равно читать надо. Ух, следующий у нас сюжет Крашлендин, ну, это в основе лежит фильм Марсианин, в принципе, можно взять любой другой фильм, происходит какая-то катастрофа, опять же, ограниченные ресурсы, и в условиях этой катастрофы нужно выжить, используя, например, умение решать нестандартные задачи. То есть для триза, для развития творческого мышления, для проектной, например, работы, вот этот сюжет может подойти. Эту игру как раз можно адаптировать к словам Натальи Сергеевны, для работы со взрослыми учащимися, со взрослыми группами. То есть есть некие тяжелые обстоятельства, есть постоянно возникающие проблемы, неожиданные, совершенно ограниченные наборы ресурсов, и используя те знания, которые у нас есть, например, по курсу или по дисциплине, которые могут быть использованы в реальной жизни, мы должны получить результат, должны выжить и выйти из этой истории. И здесь возможно разделение этой истории на миссии, на главы, на части. Например, запуск миссии, потом происходит какое-то событие, какой-то сбой в работе, оборудование, поломка оборудования, некая аварийная посадка, выживание и возвращение домой. И в зависимости от того, насколько мы хорошо знаем, владеем, выполняем задания по ходу этой миссии, мы либо возвращаемся, либо не возвращаемся. Игра Шекспира. Вот это подходит сюжет больше для мировой художественной культуры, для искусствоведения, для культурологии, для театральных специальностей, направлений, для проектных команд. И в литературе тоже можно использовать. Здесь берется за основу игра в Шекспира, на основе произведения Шекспира, но это может быть любое произведение, любого автора, и Грибоедов, и Пушкин, и Гермонтов, Гоголь. Пожалуйста, здесь можно поменять, это не суть. Сюжет предельно простой, нам надо организовать представление. Вот в данной сюжетной линии это постановка спектакля Шекспира, например, Гамлет или Магбета, и мы выступаем как менеджеры, организаторы, как режиссеры, как сценаристы, мы должны поставить этот спектакль. Здесь продумывается все от того, где будет происходить представление, как оборудовать зал, что для этого нужно, кастинг актеров подбираем, можно провести, например, взять актеров Мосфильма или актеров Голливуда, и среди них провести кастинг, кто будет играть ту или иную роль, объяснить, почему именно его мы выбрали, а можно провести кастинг актеров, например, в своей группе, если мы изучаем это произведение. Готовим на ту или иную роль небольшой отрывок, мы его должны показать экспертной группе, жюри, и на основе этого уже делается выбор, обоснованный выбор, почему не просто знание текста, а вот кто смог, навыки публичных выступлений к задачам, если говорим, это навыки организации проектной работы, это знакомство с текстом, с материалом, с самим текстом произведения, его надо хорошо знать для того, чтобы, например, оборудовать сцену или подобрать какие-то декорации, это может быть, например, направление дизайна, нужно разработать декорации для такого-то спектакля, чтобы их разработать, надо прочитать, хотя бы познакомиться с этим произведением, то есть вот здесь много, подмножество задач, вот этот сюжет, он может подойти, наша задача организовать, кстати, есть у меня похожее задание, есть у меня похожее задание, сейчас даже покажу, на, вот сюда я его не выносила, вот эта идея, мне, кстати, подсказала идею задания, которое мы играем, в которое мы играли с нашими студентами колледжа, а потом на тренерской мастерской, на ярмарке тренерских технологий, у меня в это играли взрослые, и тут сейчас попробую показать, вот такая книжечка делала, вот здесь у меня это задание есть, учебное пособие для студентов колледжа, вот у нас есть здесь задание идеи для сценария, не знаю видно или нет, но вот оно у меня, вот оно у меня здесь присутствует, показываю, что оно реально существует, и мы в него реально играли. Суть родилась из этой идеи. Представьте, что вы участвуете в конкурсе на лучший сценарий для нового фильма, но одно условие, этот сценарий должен быть необычный, он не должен повторять сюжет, полностью какой-то другой сценарий, это не должно быть ремейк, это не должно быть повторение, здесь обязательно что-то должно быть новое, необычный поворот сюжета, необычный поворот текст. И мы придумывали этот сценарий на основе цепочки ассоциаций. Мы играли в ассоциации, выстраивали цепочки слов, потом каждая команда выбирала, либо ей доставалась какая-то цепочка слов, и вот используя эти слова, они должны были написать короткий сценарий, но не полностью фильма, а как бы анонса, о чем этот фильм, сценарий для трейлера, бизнес-план, то есть это должно быть 2-3 абзаца максимум. И вот используя эту цепочку, цепочка у нас была из, по-моему, восьми слов, им каждый выбирал свой жанр, в котором будет этот фильм, причем наугад, они не знали. Это могут быть вестерн, это мог быть триллер, это могла быть комедия. И используя вот эти слова, причем все слова должны войти в этот сценарий. И на основании этой цепочки слов они должны были написать сценарий, причем он еще должен был быть уникальным. Это делали все в рамках аудиторной работы. Творчество зашкаливало. Особенно весело было, когда доставались слова радостные, жизнеутверждающие, там, солнышко, бабочки, море, пляж, пальмы и так далее. А задача была написать сценарий для триллера. Справлялись. Вот это задание очень хорошо шло у ребят, одно из самых любимых, наверное, было в нашем курсе. И получались действительно очень креативные вещи. Именно потому, что мы играли, мы играли в эту игру. Я ему говорила, лучшие задания получат баллы, наивысшие, да, ну, те, у кого не совсем получилось, мы потом помогали им доработать. То есть получали высшие или почти высшие баллы все. Помогали мы ребятам, потому что все-таки командный дух должен быть. вот эта идея, она помогла мне задание вырастить из этой идеи. Путешествие к центру Земли – это больше геология, может быть, биология, может быть, что-то еще из дисциплины – химия, физика. если наш центр Земли и подземное царство будет обитаемо, то это может быть еще история, это может быть еще знание и какие-то еще другие дисциплины мы сюда можем добавлять и использовать этот сюжет. Исследуем, пробиваемся к центру Земли, экология Галина Владимировна, совершенно верно, исследуем наше подземное пространство, опять же, должна быть какая-то задача стоять, зачем мы это делаем, либо мы спасаем мир от нарастающей катастрофы, либо грядет извержение вулкана, нам нужно его остановить. И вот совершаем такое некое путешествие. Почему нет? следующий цикл игр достаточно более простой сюжетов. Парк юрского периода фильм тоже помним, создается свой собственный остров динозавров и здесь тоже несколько вариантов. Можно в качестве аватара использовать динозавра, изучить, выбрать какой-то один из видов, изучить его, повадки, но это для биологии, для зоологии на определенной теме можно, например, использовать. Для младших, для младшей средней школы подходит. Для старших, не знаю, какие еще идеи отсюда можно, можно сюжеты протянуть, честно говоря, не знаю, но можно попробовать, может что-то интересное получится. Действие в экстремальных ситуациях, например, мы оказались на острове, дать динозавра, взять тот же самый сюжет фильма и приходится выживать, выживание в ОБЖ, тогда уже может подойти. А что делать, если нас укусил динозавр? Лариса Владиславовна, сейчас отвечу. Зомби апокалипсис звучит страшновато, но опять же связана сюжетная линия, происходит какая-то катастрофа, выживание, переселение, действие в экстремальных ситуациях. И вот этот вот сюжет, на этом сюжете учитель географии из Сиэтла, Дэвид Хантер, вот может быть к вашему вопросу, как сейчас скажу, Лариса Владиславовна, да, вот он взял вот этот игровой сценарий и разработал систему обучения книжку по географии он превратил, использовал книгу по географии, учебный курс превратил в квест и согласно сюжету действие происходит в мере такого зомби-апокалипсиса. Задача просчитать безопасный маршрут, покинуть эпицентр скопления врагов, не стать добычей. Успех каждой миссии зависит от того, насколько хорошо выполняются тесты по миграции, видам рельефа, климату и другим географическим разделам. То есть вот эту игру, этот сюжет он встроил в свой курс. Вот это тот сюжет, тот пример, когда один сюжет проходит через весь курс. И каждое задание ведет на новый уровень. Ну и следующий сюжет он похож на Шекспира, только здесь мы организуем некий тур для звезды, для рок-группы, для театральной труппы. Это может быть можно модифицировать организацию семинара, конференции, опять же не под все задачи подходит, но под проектную деятельность вполне. То есть мы реализуем некий проект. Построить и осталось несколько еще сюжетов. Построить свой бизнес, это пример той самой деловой игры запуска производства. Здесь может быть открытие нового филиала, либо открытие своей компании. Научная ярмарка это реализация, это проектная деятельность, больше всего подходит сюда, опять же, на занятиях по физике, химии, предложить какое-то нестандартное подризу, предложить нестандартное решение, например, задач, либо предложить задачу и разные варианты решения. Это может проходить в формате сочетания с викториной, например. Гонка против времени, это добавление элемента обратного отчета, либо индикатора времени. Когда я вам показывала свои игры, вот этот сюжет я иногда использую. Выставляю индикатор времени, если не успеваем выполнить какую-то задачу за это время, кстати, его можно сочетать с другими сюжетами. Не успели найти артефакт, помните Форт Боярд, все, подсказка не успели за минуту, подсказка сгорает. Может быть и отдельным сюжетом. Пятый элемент, к нам летит метеором, мы должны его отклонить, у нас есть ограниченное время. Вирус следующий у нас осталось два сюжета. Вирус похож на зомби апокалипсис. Та же самая идея распространения странного вируса и масса возможностей создать на этой основе сюжетные линии, где это может пригодиться. Это может, например, при изучении иностранных языков. В результате действия вируса все забыли все языки и остался только один язык. Как мы на нем будем общаться? Это может быть на уроках географии, биологии, ОПЖ, в курсе психологии, например, как ведут себя люди в экстремальных ситуациях, что делать в тех или иных ситуациях. Здравоохранение, биология, какие-то дисциплины, естественно, скорее, циклы. И мой любимый остров сокровищ, еще один из любимых сюжетов. Есть карта, есть некая загадка, есть некое сокровище, которое спрятано и которое мы должны найти. Здесь можно использовать множество ситуаций, использовать отдельно, использовать в комбинации, это может быть и карта навыков, это может быть освоение определенных компетенций, это может быть дополнительные какие-то условия, которые ведут нас к поиску сокровищ. Так, ну вот 25 игр, с которыми курс психологии, вот 25 сюжетов игр, которые могут дать нам идеи, на которых можно начинать, на которых можно выращивать свои собственные сюжеты для игр. Вот сегодня мы с ними и познакомились, сегодня я их вам показала. По идеям, способы, способы для генерации идей. Есть 13 способов, которые можно использовать. Подробнее о каждом из этих способов я, наверное, в группе вам расскажу. Дам краткое описание каждого из этих способов. Обратите внимание на седьмой метод скампер. Это тот метод, который, применяя каждый из сюжетов, которые мы с вами посмотрели, можно его модифицировать под свою игру. Те сюжеты, которые мы сегодня с вами разобрались, с которыми мы познакомились, коллеги, это не значит, что нужно брать целиком вот этот сюжет и полностью его использовать для создания своей собственной игры. Отнюдь эта идея, отталкиваясь от которой мы можем создавать свои сюжеты на своем материале, на смутилы, что западные книги, западные фильмы, пожалуйста, мы берем за основу, но приспосабливаем ее к тому материалу, к тем источникам, фильмам, книгам, которые мы сами хотим, на основе которых мы хотим создавать игру. Вот это второй способ вдохновения от мира на основе документальных фильмов, на основе музыкальных произведений, на основе любимых каких-то, на основе художественных фильмов. Мы берем и трансформируем этот сюжет, причем используя метод скампер, мы можем переносить героев в наше время. Не обязательно брать 100% тот сюжет, который есть, но этот фильм уже видели, это будет уже скучно. А создавать новые ситуации. Вот использование метода скампера, он как раз помогает это сделать, задавая вопросы, посмотреть, что можно поменять, что можно изменить, и каким образом мы можем создать свою собственную авторскую игру. У нас вырастет своя собственная уникальная игра. Так, коллеги, сейчас посмотрю, у нас здесь есть несколько вопросов. Высокая мотивация оперативная связь. Да, Александр Владимирович, высокая мотивация оперативная обратная связь. Ага, Наталья Сергеевна спрашивает, все игры, о которых вы говорите, подразумевают освоение знаний, пробовали отрабатывать умения? Если да, проведите пример, насколько эффективно? Да, отрабатывали мы умения, эффективно ли получается эффективно. Было у меня две группы, одна контрольная, одна экспериментальная. В контрольной группе мы делали просто тест по теме матрицы многокритериальной оценки, тема изучения приоритетов, тайм-менеджменте. Вот в одной группе мы просто отвечали на вопросы тестов, закрепляли как бы знания. А во второй группе у нас была игра. мы должны были выбрать лучший способ для возвращения на землю. У нас было ограниченное время, была как раз такая критическая ситуация ограниченности ресурсов. Нам нужно было вернуться на землю и в формате игры у нас было несколько вариантов, нам нужно было быстро собрать информацию и вот дальше пошла вот эта игра в командах. Во втором случае уровень при итоговом тестировании и ответе на вопрос при итоговом мероприятии уровень был где-то на 20-25% выше успешного ответа именно на эти вопросы. Я специально эти вопросы потом отслеживала. Где-то 20-25% дает. Но это сразу говорю был очень короткий курс, это были группы вечерников, у нас с ними не очень много занятий и тем не менее в условиях даже ограниченности ресурсов мы такую небольшую игру проводили, она была на 15 минут. Вот эта игра была 15 минут. Это на вопрос Натальи Сергеевны. Так, что у нас еще есть? Да, и коллеги, значит, ссылку я вам на нашу группу еще оставляю. Дополнительные материалы по способам генерации идей. Это будет в курсе, который сейчас готовлю и более подробно мы будем их не просто разбирать, но и с ними работать и отрабатывать на практике. И краткое описание этих способов я вам в группу обязательно буду выкладывать, поэтому заходите, смотрите. Так, сейчас я посмотрю, что еще у нас и по методу скампер я вам информацию туда тоже предоставлю. сейчас посмотрю назад, что у нас из вопросов осталось. Так, Наталья Сергеевна, про игры. Ага, спасибо большое, Наталья Сергеевна, про название ресурса, да, программы CodeGameLab. Угу, спасибо, посмотрим, что это интересно. Какие идеи можно брать игрой? Да, часто играть не стоит, верная мера. Здесь будет зависеть от возраста, от группы, от количества участников в группе, в группе на потоковые занятия на 50-60 и более человек, в одиночку проводить активные игры или интерактивные игры в оффлайн формате очень тяжело. Здесь только онлайн выручать можно. Отследить работу групп очень трудно. Интеллект карты, да, уже взрослых. Согласна, проклиповое мышление. В школе складывается впечатление, что и в 40 лет им все еще игр не будет хватать. Ой, не скажите, была у меня группа колледжа большей серьезности работы я еще не встречала даже на взрослых тренингах. Они решали взрослые задачи по тайм-менеджменту, которые даем на взрослых корпоративных тренингах с таким удовольствием и, главное, с таким качеством, с которым не каждый взрослый решит. При этом любили поиграть, но как только говорил им, что, ребята, вот это серьезная задача из взрослого тренинга, все. Возможно, это для них тоже была игра. мы играли во взрослую жизнь. Возможно, видимо, так. Создать условия в рамках учебных дисциплин ограничен временем. Лариса Владиславовна, про ограничение времени в рамках изучения дисциплин убегает у меня вопрос в чате. Создать условия для усвоения теории понятия в рамках освоения требуемого содержания учебных дисциплин. Значит, да, игры я встраиваю при освоении тех или иных теорий, понятий, определений, технологий, алгоритмов. Я встраиваю короткие игровые элементы, коротенькие игры в содержание курса. Они либо идут, если мы говорим о соответствии содержанию курса, либо это подача материала в таком лекции, в тренинговом формате, сочетание мини-лекции и тут же небольшой визуализации, небольшого практического задания, интерактива с группой. Совершенно короткие упражнения, потому что мы тоже ограничены временными ресурсами, временными рамками проведения занятий. плюс на практических семинарских занятиях это может быть задание в виде ситуационного практикума в виде игры, которая реализуется в виде такого игрового формата. Поэтому если говорить о соотношении рабочей программы дисциплины, тем играм, которые мы проводим, они сочетаются. То есть они соответствуют тем дидактическим единицам, тем знаниям, умениям, навыкам, которые расписаны под компетенцией. Это как раз обеспечивается этими играми. То есть когда я подбираю игру, я не просто говорю, ой, я хочу вот здесь что-нибудь такое развлекательно, веселенькое, живенькое для них сделать. Ни в коем случае это все вписывается в программу и развлечений просто ради развлечений, поскакать по стульям, понадувать шарики, в курсе я не применяю. То есть все игры, они имеют свою задачу, у них есть своя цель, даже если это короткая игра там на 3-5 минут. Есть у нас коротенькая игра на 5 минут, всего лишь 5 минут, но мы в этой игре изучаем 3, знакомимся, сами формулируем и изучаем особенности трех типов задач, которые потом используем в ежедневном планировании и дальше у нас идет уже большой кейс, который мы решаем. То есть вот через включение вот таких игр я могла бы им это рассказать просто табличкой на слайде, просто устной теорией, либо мы в это поиграли. Время то же самое, чтобы рассказывало бы наверное еще длиннее, чем они это сами в игре сами выводят, делают выводы. Поэтому да, пробовали. И отработку умений делали, это я уже ответила. Так, отлично у нас пошло обсуждение, что мне нравится в чате, начинается обмен мнениями, обмен полезной информацией между участниками, что очень здорово, кстати. Ага, большое, коллеги, за сегодняшнее участие. А то у нас сейчас уже выгонят из комнаты. Как всегда, целую пару мы растетели. Маргарита Павловна, покажите, пожалуйста, еще раз слайд с идеями. Слайд с идеями не покажу, потому что его нет, есть файл с идеями. Файл выложен в общий доступ, а если вы имеете в виду вот эти способы генерации, 13 способов генерации идей и метод с Кемпер, то я вам презентацию сейчас тоже открою. Она будет в ресурсах. Вот она лежит в ресурсах, ее тоже можно будет скачать. Она сегодня не очень большая, но тем не менее в доступ я ее открыла. и более подробно коллеги еще раз повторю на всякий случай нашу ссылку заходите пожалуйста в нашу группу дополнительные материалы и ответы на вопросы я обычно в группе мы потом разбираем что-то смотрим а я что-то добавляю по тому как работать с текстами как подбирать заголовки как развивать сюжет как вообще развить в себе вот эти креативные навыки как научиться от нуля от идеи надо бы что-то что-то сделать интересное для проверки навыков для освоения знаний но не знаю с чего начать вот такой курс я сейчас делаю информацию я постепенно что-то будет у нас в открытом формате в группе я об этом буду информацию размещать а что-то уже индивидуально будем отрабатывать в рамках небольшого курса информацию тоже буду размещать в нашей группе поэтому приходите пожалуйста участвуйте и если будут какие-то вопросы туда же можно писать например задавать вопросы будем разбирать Лилия Валерьевна подскажите пожалуйста где ресурс первый раз на вебинаре рада вас приветствовать Лилия Валерьевна значит посмотрите наверху посмотрите на свой экран наверху есть такой значок папочки это ресурсы вот по нему щелкайте наверху справа где панель инструментов комната там смайлик ручка и вот рядом папочка по ней щелкайте у вас открывается слева ресурсы все что можно скачать скачивайте только щелкайте не по ссылке а по дискетке для того чтобы ресурс скачался его можно отсюда взять ну и по традиции все ресурсы которые выложены здесь на вебинаре в группе я тоже еще раз выкладываю правда не знаю сегодня или завтра но в ближайшие дни я их обязательно выложу поэтому можно будет еще взять оттуда и так коллеги на сегодня мы с вами совершаем нашу встречу так смотрю у нас кто у нас кто-то у нас поднял руку не знаю и передаю слово Павлу Юрьевичу Павел Юрьевич большое спасибо всем кто сегодня участвовал кто сегодня пришел вопросы пожалуйста задавайте какое-то время я еще буду если будут какие-то вопросы во вкладку вопросу вопросы пожалуйста размещайте спасибо Вера Валерьевна все передаю слово Павлу Юрьевичу иначе мы здесь до вечера просидим уважаемые коллеги Татьяна спасибо огромное за участие в вебинаре и за интересный интересный сегодняшний вебинар я его с удовольствием слушал сегодня присоединяюсь к пожеланиям Татьяне поскорее вылечить свою руку до следующего вебинара да 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 вот коллеги напоминаю что все из вас в ближайшее время получат по почте сертификаты за сегодняшний вебинар мы вас ждем на новых вебинарах следующей уже недели полная неделя будет каждый день будут вебинары приходите я надеюсь вам будет полезно принимайте участие в вебинарах Директ Академия всего хорошего Татьяна всего хорошего коллеги до встречи на наших новых вебинарах всем удачного дня и всех с наступающим старым новым годом нестандартный праздник в России